Привет, дорогие друзья! С вами сегодня я, Нара, риелтор в Северной Вирджинии и, может быть, скоро в Нерленде еще работаю над этим. Я уже 16 лет работаю риелтором и вот на своем канале пытаюсь как-то донести информацию до вас, дорогие друзья, так, чтобы вы могли понимать вообще, как смотреть на ситуацию на рынке, в экономике, в новостях, что слышать, на что не надо внимание обращать и как это все понимать, когда мы говорим о недвижимости. Поэтому вот сегодня, например, я хотела бы вам рассказать о том, что наши аналитики и наши статисты, статистики, ну, в общем, наши спецы говорят нам о том, что происходит с экономикой и как вообще, что это, как это на самом деле, на данный момент фактически отражается на рынке недвижимости. Ну, а дальше вы уже будете принимать решение о том, продавать, покупать дом или нет. Всегда, конечно, нужно принимать информирование, информированное решение, с чем я, в принципе, и пытаюсь вам помочь. Вот, ну, давайте начнем с общей картинки. Wall Street Journal недавно опубликовал статью, где было сказано, что несмотря на то, ну, как бы экономическая recovery, да, будет зависеть от того, куда мы дальше пойдем с этим вирусом. Вроде бы такое ощущение, я не знаю, как у вас, но у меня складывается, что либо мы привыкаем жить с этим вирусом в нашей жизни, либо он действительно что-то как-то уходит, может быть, становится не таким опасным. Я не знаю, что происходит, но как-то вот экономика, как вы видите, начинает выправляться. И если вы увидите, что, вы здесь увидите, что разные виды промышленности выправляются по-разному, да, как вы посмотрите на этот граф, и вы все равно увидите, что они все выходят на уровень, на начало года. Ну, конечно, более или менее, скажем, наверное, рестораны entertainment и транспорт не так, но все равно тенденция идет наверх, что уже как-то обнадеживает. Было раньше сказано, если вы мои видео раньше видели, был прогноз на квартал, и вот на второй квартал был прогноз, что будет упадок экономики в среднем на 38%. На самом деле он так примерно и был, по-моему, 32% на самом деле было, да. И поэтому, когда мы говорим о том, что надо верить прогнозам специалистов, наверное, все-таки им надо верить. Так вот, те же самые специалисты нам говорят, что на третий квартал, вот, и говорили, что на третий квартал будет рост экономики. Никто из них, как вы заметили, не говорил про негативную тенденцию, динамику, все говорили про позитивную. И все, как бы, нам утверждают, и, наверное, стоит на это обращать внимание, что, да, самый худший упадок в экономике, он все-таки будет самым лучшим ростом за тем, как последует очень сильный рост. И мы действительно видим, что вообще что-то непонятное происходит с рынком недвижимости, точно так же, как мы видим с рынком ценных бумаг. То есть мы не понимаем, что происходит с рынком ценных бумаг, а вот с рынком недвижимости, я вам могу, наверное, попозже объяснить в этом видео вообще, что происходит и почему это происходит, чтобы вы понимали, что это все не, как это, без, беспочвенно, что ли. Это все имеет за собой причину, почему рынок недвижимости в том состоянии, в котором он сейчас. Несмотря на то, что происходит сейчас в стране, вирус, миллионы людей без работы, ресессия, эти забастовки и по поводу расизма, да, выборы в этом году, все равно рынок недвижимости уже сильный и вроде ожидается, что даже будет еще сильнее. И почему мы об этом можем говорить? Если вы посмотрите на статистику показов, количество показов по всей стране, вы увидите, что как раз март-апрель, видите, где красные, да, где негативные, то есть количество показов резко упало, потому что, ну мы правда, мы боялись показывать дома, мы боялись куда-то выходить, мы все сидели по домам. А вот смотрите, что стало происходить с мая месяца и по июль, да, до конца июля мы видим эту статистику. И вы увидите, что в августе эта динамика продолжается, идет рост. И на самом деле, да, я даже на своем бизнесе это вижу, что у меня больше людей более спокойно относятся к тому, чтобы пойти внутрь домов, посмотреть вообще эти дома. Продавцы более спокойно к этому относятся, есть механизмы, которые мы используем, и поэтому показы, количество показов растет. Если, прочитайте, пожалуйста, этот слайд, я не буду его читать, просто периодически нас спрашивают, нас опрашивают, делают surveys, и вот один из таких surveys, таких опросов, нам, ну вы увидите, что спрос покупателей как бы растет, несмотря, ну просто несмотря на рост случаев вируса, спрос покупателей все равно растет. И на момент конца июля вы увидите тоже в этом графике, эти, кстати, все эти данные, это статистика, которую нам предоставляют наши think tanks, и я могу дать вам список источников, откуда все это идет, что вы можете сами почитать эти статьи, посмотреть эти отчеты, вы увидите, что recovery индекс вообще основывается на четырех компонентах, да, спрос, предложение, цена и время на рынке, время, которое дом проводит на рынке. И как вы видите, начиная с мая месяца, да, был упад, был спад, если мы сравниваем на первое февраля, вы посмотрите, что мы выходим на тот же, на практически тот же уровень, где мы были в феврале месяце этого года. То есть пандемия на самом деле не остановила постоянный, постепенный рост цен, которые мы в последнее время испытываем. А эта информация идет от Quicken Loans, как вы знаете, это одна из самых больших компаний, которая дает ипотеки, да. Дальше, было раньше, где-то, наверное, пару месяцев назад, был прогноз, что вот эта вот компания CoreLogic, CoreLogic это компания, которая анализирует все данные от всех домов на продажу, на всех компаниях, от всех брокерских компаний. И они говорили, что упадок цен, спад цен будет 6,6%. У нас у всех, конечно, челюсти поотвисали, но мы как-то немножко не доверяли этой цифре, потому что, ну, что-то совсем непонятное, невозможно было связать то, что мы видели на рынке, и их прогноз на 6,6%. Так вот, они, эта компания, они пересмотрели недавно свой анализ, свой прогноз и поменяли 6% на минус 1%. То есть, они один из двух больших компаний, которые думают, что цены будут падать. На самом деле, вы посмотрите, Фенни Мэй, Национальная ассоциация риелторов, Моргидж ассоциация ипотек, компании, ипотечных компаний, Фредди Макс, Зилло, все прогнозируют, на самом деле, рост цен на ближайшие 12 месяцев. Этот слайд вы можете почитать потом сами, поставьте паузу, почитайте, но это вот как раз говорит о том, что вот этот CoreLogic компания, они, почему они поменяли свой прогноз с 6,6% на негатив, они поменяли на минус 1%, ну, потому что они объясняют, почему это они сделали, я не буду вдаваться в это подробно. Давайте посмотрим на то, что происходит с домами, выставленными на продажу. Это называется листинг, да, когда дом выставляется на продажу, но он еще не продан. А общее количество таких домов, выставляемых на продажу, на самом деле идет спад, то есть, как это переводится на нормальный язык, общее количество домов уменьшается в количестве этих, ну, как бы, да, у нас есть новые дома, которые выходят на продажу, это вот новые дома, только что выставленные. желтая линия, это те дома, которые составляют в себе все, и новые, и те, которые уже какое-то время стоят, и вот их количество общее, оно идет на спад. Что это говорит? Это говорит о том, что дома покупаются, просто уходят под контракт, и уходят даже очень, довольно-таки быстро. и летний сезон вообще был очень такой активный. Если вы посмотрите, Move.com, это вот веб-сайт, где люди идут, это как Reelter.com, как Zillow.com, это Move.com, это компания, которая, кстати, является владельцем Reelter.com-веб-сайта. Они зарегистрировали 86 миллионов пользователей в 2020 году. Это рекорд. Прошлый рекорд был в мае 85 пользователей этого сайта. Это хороший индикатор того, что на самом деле люди выходят на веб-сайт, потому что в первую очередь вы же начинаете смотреть в интернете, дома, если вы хотите купить или продать. Теперь смотрите на заявки на ипотеку. Этот граф пришел к нам из ассоциации компаний ипотечных, и вы видите, что идет увеличение, даже на то, что, несмотря на то, что сезонный идет коэффициент, используя, как бы, ну, вы знаете, да, что в каждый год есть определенные сезоны, да, когда летом идет, весной и летом идет рост заявок, осенью и зимой идет спад заявок. И вы видите, что идет постепенный, постоянный рост заявок, несмотря на то, что мы идем уже ближе к осени. И Национальная ассоциация строителей, NAHB, это National Association of Home Builders, говорят, что 49% людей, которые, ну, как бы, думают о покупке нового дома, они на самом деле не просто так думают, они на самом деле что-то делают, то есть уже активно вовлекаются в процесс, они подают на ипотеку, они начинают искать дома, они ходят, смотрят дома, они работают с агентами. Это больше, гораздо, чем было в прошлом году, этот коэффициент был 41% в прошлом году, сейчас 49%. Это тоже индикатор того, что люди уже конкретно хотят что-то, ну, как двигаться вперед, они не просто сидят и не просто думают, а давайте-ка мы купим. И посмотрите, как изменились запросы покупателей. В апреле запросы покупателей в основном были так, побольше места внутри, побольше места снаружи, новая кухня и лучшие технологии в доме. В июле, уже, смотрите, побольше места внутри, конечно, желание, просто желание владеть недвижимостью, желание выехать из города подальше от города и побольше места на улице. С чем это связано? Это связано с тем, что люди не хотят иметь дело с лифтами, с большими зданиями, где очень много соседей, не хотят жить в городе, потому что нет необходимости, ну, чтобы не толпиться, чтобы подальше от других людей уехать. И сейчас компании, все больше и больше компаний дают людям возможность работать из дома. Я все слышу больше и больше компаний, которые переходят на работу дистанционно, на постоянную основу. И, как вы видите, 63% опрашиваемых покупателей сказали, что да, возможность работы из дома действительно нам поменяла план, и мы хотим переехать именно из-за этого. И что происходит? Мне даже лично тоже люди звонят и говорят, что мы не хотим покупать где-то кондо в высотке поближе к DC или поближе к Арлингтону большим таким скоплением работодателей, потому что у нас нет необходимости ездить в офис. Мы можем работать из дома, поэтому давайте искать где-то подальше на юг, где можно купить подешевле, но зато что-то побольше и с большим участком. Это я лично тоже вижу. И подтверждается статистика, и посмотрите, насколько идет рост домов, квартир, выставленных на продажу вот в больших городах. Смотрите, DC один из последних. Самые такие большие скачки, это Чикаго, Индианаполь, Кливленд, Орландо. Люди уходят из городских высоток, из городских условий. Люди хотят на землю, люди хотят туда, где можно разложиться. И вот эта компания, Джорн Борнс, кстати, она очень активная в наших прогнозах. Она очень много нам информации предоставляет, довольно-таки хорошие, и эта информация действительно имеет место быть. Так вот, эта компания прогнозирует и говорят, что ожидается большой переезд, американский большой переезд, великий переезд. Почему? Потому что чем дальше время идет, тем больше людей будут хотеть переехать, изменить свою жизнь кардинально. И уже городские дома, городские условия жизни не настолько популярны, как они были раньше. Сейчас народ хочет действительно переехать на землю. Чем это связано? Я просто немножко отойду теперь уже от... Мы закончили с этими графами. Я вам просто расскажу о том, что я лично сама вижу и разговариваю с другими агентами, которые тоже мне рассказывают, что они видят. И народ просто хочет землю. Народ хочет домик так, чтобы можно было работать из дома, чтобы был у одного кабинета, у другого какое-то место, где он мог бы работать. Больше, как я раньше говорила, непопулярные открытые кухни. Сейчас уже более входят в... Ну, не в моду, а так запрашиваются стены. Уже хотят люди закрывать комнаты, чтобы можно было уединяться и работать спокойно. Хотят люди участки, чтобы можно было выходить на свой участок и наслаждаться свежим воздухом, и не обязательно было при этом куда-то выезжать. И хотят люди такие участки, чтобы можно было выращивать какие-то свои вещи на своём огороде, чтобы можно было как-то прожить, если вдруг, не дай бог, что-то произойдёт со системой снабжения продовольствием. Чтобы можно было как-то хоть на что-то с огорода жить. Вот, поэтому у меня даже есть друзья, которые хотят переехать на такие места, в такие места, где они могут заводить животных. И, кстати, тенденция идёт роста таких людей, которые готовы сменить свою обстановку на что-то наподобие фермы, чтобы можно было заводить какую-то птицу, какую-то живность. И это правда идёт рост такой, и это обусловлено тем, что им не обязательно оставлять свою работу, чтобы это сделать. А теперь народ это может делать, работая из дома, интернет есть везде, поэтому вот идёт такая тенденция. Вот, ну и на этом всё. Видео и так получилось длинное. Я извиняюсь, но я надеюсь, что информация, которую я вам дала в этом видео, она вам интересна. И задавайте вопросы. Если вы с чем-то, может быть, не согласны, пожалуйста, прокомментируйте. И мне всегда интересно ваше мнение. И я с вами встречусь в очередную пятницу через пару недель. Пока!